Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксёнов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Ребята, последние билетики остались. Уже на этой неделе увидимся в Стамбуле и в Алматы. Приходите обязательно. Расскажу про то, как так вышло, что в 2017 году либералы в кристально-белых пальто с отличными картами на руках проиграли людям с плохими картами, но зато с планом. А в Алматы даже будет две лекции, вторая про белую иммиграцию. Как люди делали себе документы, как спорили друг с другом и развлекались, и как надеялись вернуться домой. А ещё через неделю всё то же самое в Тбилиси, Ереване и Батуми. Билеты ещё есть? Приходите. Ссылки в описании выпуска. А прямо сейчас вместе с партнёром подкаста, с подписным книжным сервисом BookMate, мы вам порекомендуем книги, связанные с эпохой заката империи. Сегодня будет выпуск обзорный. Я вам расскажу, как была устроена судебная система в Российской империи. И, кстати говоря, двое правителей России в своё время работали адвокатами. То есть я имею в виду Ленина и Керенского. Так вот, если Ленин был адвокатом совсем недолго, то Керенский, в общем-то, стал знаменит именно благодаря своей правозащитной адвокатской практике. Именно поэтому его избрали в Госдуму, и уже из кресла депутата он стал министром Временного правительства. Так вот, сегодняшняя моя рекомендация — книга «Товарищ Керенский» — историка Бориса Колонитского. Это просто отличная книга. Колонитский рассказывает, как Керенский буквально за пару месяцев превратился не просто в герой революции, а буквально в спасителя России, в человека, который воплощает все надежды и все положительные качества новой России. Он был первым правителем, которого стали называть вождь. У него фактически существовал настоящий культ личности. Собственно говоря, дальнейшие культы других вождей опирались на миф и на образ именно Керенского. И о том, как так вышло, что 36-летний адвокат приобрел бешеную популярность и огромный кредит доверия, читайте в книге «Товарищ Керенский». Ссылку на нее в BookMate мы оставим в описании этого выпуска. И если у вас уже есть Яндекс Плюс, то вы можете подключить опцию BookMate и читать все книги из каталога через приложение. А если Яндекс Плюс у вас все еще нет, то по промокоду EmpireBook подписка Плюс с опцией BookMate 45 дней будет для вас бесплатна. Ссылка и промокод в описании этого выпуска. Идет суд, обвиняется священник, выступает прокурор, говорит долго, обстоятельно, разбирая преступление во всех деталях. А присяжные, судья и адвокат все они внимательно слушают, но, впрочем, дело кажется ясное, тем более, что священник признался в преступлении. Приходит время выступать адвокату. А адвокатом был известнейший Федор Плевако. Речь адвоката продолжалась меньше минуты. Вот что он сказал. Господа присяжные заседатели, дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил и сам в них сознался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который 30 лет отпускал вам на исповеди ваши грехи. Теперь он ждет от вас, отпустите ли вы ему его грехи. И присяжные, богобоязненные московские купцы и мещане священника, конечно, оправдали. Это, пожалуй, самая знаменитая легенда об адвокате Федоре Плевако. Она существует в нескольких версиях и совершенно потерялась с течением времени, за что именно судили священника. И когда, а может быть, и не было вовсе этого знаменитого выступления. А может, оно и было. Но я вам рассказал эту историю, потому что это очень показательная картина дореволюционного суда. Суда, в котором судят присяжные, и судят не по статье закона, а по совести, и часто оправдывают даже тех, кто сам признался в преступлениях. Суда, где половина примерно приговоров оправдательные. Суда, где адвокаты, очень медийные фигуры, и в своих речах апеллируют не только к букве закона, но и к жизненным обстоятельствам, и вообще хорошо понимают психологию присяжных. А речи этих адвокатов публикуются прямо в газетах и книгах. А сами по себе суды по громким делам вообще самые популярные медийные события в стране. Их могут освещать в газетах день за днем, а читатели будут болеть за одну или другую сторону. И при всей кажущейся театральности суды того времени были крайне эффективными и судили справедливо. И вот как все это было устроено. Самой знаменитой реформой Александра Второго дедушки Николая Второго было освобождение крестьян. Конечно. Но судебная реформа тоже одна из самых значительных, хотя вроде звучит скучно. До Александра Второго суд в России был ужасно архаичным. Он мог рассматривать дела по 10-15 лет и никому вообще в голову не приходило туда обращаться, если только у вас нет нескольких лет в запасе и нескольких тысяч рублей в кармане. Значит, одной из целей реформы вот этой судебной было сделать такой суд, в который могли бы ходить даже крестьяне, чтобы решать проблемы между собой. Этот суд должен был стать простым, доступным, понятным, честным и быстрым. Ну и в общем так и вышло. И суд, созданный при царе-освободителе, дотянул до революции 17-го года в более-менее неизменном виде, а на момент своего создания это вообще была одна из самых прогрессивных систем в мире. Первое и самое главное. Суд был независимым на всех уровнях. Что, да, в условиях самодержавной монархии довольно-таки удивительно, но да, Александр Второй, если и имел соблазн иногда изменять решение суда, то никогда этого не делал. Потому что он понимал, что здоровый и самостоятельный институт важнее одного конкретного, скажем, несправедливого приговора в одном конкретном случае. Собственно говоря, это и заложило основу самостоятельности судов. А когда система сложилась, то поменять ее уже было очень сложно. А еще нам вот сегодня в условиях современной России кажется, что независимость судебной власти нужна для того, чтобы правительство не могло влиять на приговоры суда, на те дела, где есть политический подтекст. Но независимость суда нужна не только для этого. Даже, пожалуй, вот эта политика вовсе не главная. Суд должен быть независимой ветвью, чтобы корректировать ошибки законодательной власти. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, вот, к примеру, сейчас как происходит? Приводят в суд, скажем, не знаю, человека, какого-нибудь, который стоял в одиночном пикете с плакатом. И судья может думать, я вообще не против свободы слова. Я, может, даже и согласен с этим пикетирующим. Но, простите, да, закон, есть закон. Закон же есть? Есть. Вот, например, в Москве сейчас пикетирующие должны находиться не ближе 50 метров друг к другу. А вот в этом случае пикетирующие были в 30 метрах друг от друга, поэтому извините, как бы я не сочувствовал задержанному, он виновен. Закон же нарушен. Мое дело, дело судьи, вынести вердикт в случае нарушения закона. А законы принимает Государственная Дума, так что, если вы недовольны законами, то все вопросы к парламенту. Это сейчас. А вот до революции для тогдашних судей такого ему заключения не показалось бы здравым совершенно. Парламент есть парламент. Есть законы, изданные там царем, Думой. Ну и окей. Они независимые ветви власти, законодательные. А мы другая независимая власть. И мы подчиняться решениям парламента или царя вообще не обязаны. Больше того, наша задача как раз и состоит в том, что если закон несправедлив, туп, устарел или противоречит другим законам, то наша задача в том, чтобы не судить по нему людей. И это еще думает судья. А теперь представьте, что думают присяжные. Присяжные вообще законов не знают. Более того, присяжные нужны именно потому, что они не знают законов и не должны их знать. Присяжные судят чисто по совести и по бытовой справедливости. Ладно, чтобы вас не грузить теории, я вам приведу просто кучу конкретных примеров. Законодательство в Российской империи было очень проработанным, очень подробным, очень детальным и еще имело много, так сказать, легоси-кода. Ну, то есть, таких законов, которые были приняты, кажется, еще при Петре Первом и действуют, например, до сих пор. Например, законами тогда запрещалось потворство емщикам и почтарям, позволяющим себе грубости против окружающих. И, заметьте, запрещаются не грубости сами по себе, а потворство грубостям, причем грубостям, исходящим именно от емщиков и почтарей. Дальше, например, вот наказание полагается так называемым кликушам, которые делают на кого-либо изветы. Кто такие кликуши? Что такое извет? Ну, предполагалось, что судья разберется, на то он и судья. Вот еще, например, наказание было повивальным бабкам, не донесшим начальству о родившемся странном и необыкновенном уроде. Вот это, кстати, кажется мне стопудово со времен Петра. Наказание управляющим аптеками, изоблеченным в нетрезвой жизни и неродению к должности своей. Как вам такое? Наказание игравшим на корабле в карты или в кости. Наказание купеческим приказчикам и сидельцам, которые не будут к своему хозяину и его семейству почтительными или же будут вести беспорядочную и развратную жизнь. Или вот, например, тоже замечательное наказание тем, кто ради корысти или суетной славы разгласит о каком-либо будто совершившемся чуде. Да, например, кто-нибудь ради суетной славы начнет рассказывать, что он нашел икону Казанской Божьей Матери у себя на складе. А на самом деле эту икону сожгли воры сто лет назад. И вот, пожалуйста, арест, по идее, должен быть. Потому что это законы, законы, они имеют силу. Ну, как вам сказать, по этим законам, естественно, никто никого не судил. И тут вы подумаете, окей, понятно, ну, то есть, дореволюционный суд просто страховал против идиотских устаревших норм. Но из всего этого можно, конечно, вывести, что если судья, присяжный, адвокат, исследователь или прокурор считали нормальным игнорировать вот эти вот законы, то они, естественно, могут игнорировать и другие. Потому что принципиальной разницы между одним законом и другим нет. И вот если конкретно, то еще суды в дореволюционной России крайне редко наказывали и по другим статьям, совершенно однозначным и не устаревшим. Например, не наказывали за гомосексуальные связи, не наказывали за участие в забастовках, не наказывали за дуэли, не наказывали за аборты, за атеистическую пропаганду, за нищенство, за бродяжничество, за внебрачный секс, за недонесение преступлений. И это все я сейчас смотрю в судебную статистику за конкретный 1910 год. При определенных условиях даже за участие в убийстве могли оправдать, при том, что подсудимый совершенно открыто признавался в преступлении. И именно поэтому адвокат Федор Плевако мог добиться оправдания священника, при том, что тот явно нарушил закон. Так как же это все работало? Первое. Кто судит? Судит судья, он назначается указом императора, и сменить его нельзя. Однако все дела, где обвиняемый мог получить больше одного года и четырех месяцев тюрьмы, обязательно рассматривались присяжными. Вот вам для сравнения. В 2022 году в России было рассмотрено 1798 дел с участием присяжных. А всего в России в сумме в прошлом году рассмотрели больше 770 тысяч дел. Получается, присяжные рассматривали 0,2% дел. А в Российской империи в 1910 году больше половины всех дел рассматривалось судом присяжных. И кто такие присяжные? Это обычные люди любых сословий, старше 25 лет, знающие русский язык. Не все подряд, конечно. Например, из крестьян только сельские старосты или кто-то типа того, а из прочих помещики, чиновники, домовладельцы. В общем, такие солидные уважаемые люди. Но изначально присяжным даже читать не надо было уметь. Только при папе Николая Второго Александре Третьим ввели образовательный ценз. Короче, нужны для суда ответственные и благонадежные люди. И с одной стороны быть присяжным это такой знак доверия со стороны власти, и люди этим действительно гордились. Но с другой стороны суд проходил обычно в уездном или губернском центре, и мотаться туда крестьянам часто было западло, несмотря на все респекты. И так что были даже штрафы до 300 рублей за прогулы и другие разные санкции. Например, три раза не приходишь, теряешь право занимать выборные должности. Вот как это работало в целом. Например, в 1899 году слушалось дело 21-летней Анны Коноваловой. Ее обвиняли в убийстве мужа. Анна Коновалова почти сразу после свадьбы своей бросила мужа ушла к любовнику, уехала в Петербург и работала там певицей в трактирах и занималась проституцией. На заседании Анна признала себя виновной в убийстве. Почему она убила человека, с которым даже не жила? А вот почему история ее была не такой прямолинейной. В 7-летнем возрасте мать привезла ее из деревни в Петербург и сдала в приют, потому что не могла ею заниматься. А когда Анне было 16 лет, мать отдала ее замуж за рабочего слесаря. И этого рабочего Анна видела до этого два раза в жизни. Муж пил и, будучи пьяным, избивал жену, в том числе и ногами. И, в общем, Анна в какой-то момент почти сразу после свадьбы просто ушла от него жить к матери. Она стала работать в тракте певицей довольно быстро ее совратила один из посетителей, а потом она стала и зарабатывать таким образом. Она хотела бы, может, и развестись, но развестись в то время было фактически невозможно. И Анна просила своего мужа официального дать ей разрешение на получение паспорта, потому что по умолчанию женщина не имеет права получить паспорт по своему желанию. Жена вписана в паспорт мужа, и если она хочет свой собственный паспорт, то муж должен это ей разрешить, а муж не разрешал. И тогда подруга и еще один знакомый Анны предложили мужа задушить. Они все вместе пригласили его в гости, напоили и задушили, а тело вывезли в лес. Причем в подготовке убийства участвовала и мать Коноваловой. А сама Анна мужа не душила, но она участвовала в убийстве и помогала спрятать труп. И вот адвокат Виктор Плансон говорит присяжным такую речь. Отчего не удержалась она, спросите вы на честном пути? Как трудно ответить на это. Отчего надломленный цветок вянет и не благоухает? Отчего подстреленная птица не парит под небесами? Отчего человек с надорванной жизнью и безнравственной поддержки не стремится к идеалам? Но выпрямите и подвяжите цветок, и он зацветет. Заживите рану птицы, и она взовьется к небесам. Протяните руку больному, но не зачерствевшему душой человеку, и он воспрянет духом, он оживет. Вот преступление раскрылось, она арестована, какой удар, но вместе с тем, какое облегчение. Наконец настал давно желанный час снять тяжесть с души, и она все рассказала, все, без утайки, без оправдания, она во всем покаялась, и вот она перед вами. Ей только 21 год, а жизнь ее уже полна страданий, как мало прожито, как много пережито, она ждет вашего приговора. Если вы думаете, что в молодой душе ее пылает преступный огонь, что она опасна для общества, если вы верите, что наказание может ее исправить, карайте. Но не мстите ей за смерть бесконечно долгими днями позорного наказания. А если вы, как я, вглядитесь в ее душу и скажете Анну Коновалову и ее мать оправдали полностью. Ее подругу и знакомого, которые убили как раз мужа Анны, приговорили к каторге. Насколько часто оправдывают в современной России жертв домашнего насилия, которые убивают мужа при самообороне? Я, чтобы не быть голословным, как амбассадор Центра Насилия нет, обратился к Неривиной главе Центра. И юристы Центра смогли найти всего одно дело за последние годы, когда женщину, убившую мужа, действительно оправдали после апелляции, признав это самообороной. Если вы, например, слышали про дело сестер Качатурян, то, может, вы не знаете, что их не оправдали. Дело тянется до сих пор. В России сегодня получить оправдание по подобному делу практически невозможно. А я, кстати, обращаю ваше внимание, что Анна Коновалова даже не оборонялась от мужа. Она участвовала в умышленном убийстве и была оправдана. И дело Анны Коноваловой в Российской империи далеко не исключение. Может сложиться впечатление, что адвокаты такие хитрые манипуляторы, которые ловко дергают за ниточки темных и неумных присяжных. Но, во-первых, суд был состязательным. То есть, речи прокурора обвинителя часто были не хуже речей защитника. И прокуроры прекрасно понимали, как работают адвокаты и были к ним готовы. Ладно, еще один анекдот из жизни Федора Плевако. Обвиняют какую-то бабушку, которая украла чайник. И прокурор знает, что защищать ее будет Федор Плевако и будет давить на жалости. Поэтому сам прокурор заранее говорит, что да, женщина, конечно, несчастная, ужасно плохо она живет, денег у нее нету, и она действительно страдает от голода. И чайник-то стоит собственно копейки, и ей нужно как-то выживать. Мы все это понимаем, конечно. И нам ее жалко, ужасно. Но частная собственность есть частная собственность. Если мы будем разрешать людям воровать чайники, то что же станет с Россией? И Федор Плевако на это ответил, да, много было бед в истории России, и половцы ее терзали, и печенеги, и татары дань заставляли платить, и все это Россия вынесла. И поляки нас захватывали, и французы Москву сожгли, ото всех мы отбились. Но стоило старушке украсть чайник, и все, Россия погублена навеки. Бабушку это вроде как тоже оправдали. Но это я вам сейчас про состязание прокурора и адвоката говорю, как будто бы у этих присяжных, которые судят, нет никакой субъектности. Но нет, субъектность у них была. Присяжные это вовсе не безграмотные темные крестьяне. Присяжные это люди или с образованием, или деловые, или вообще уважаемые, или все вместе, ну и уж точно имеющие свои воззрения. И вот дело в том, что это были за воззрения. А воззрения у среднего жителя Российской империи такие. Мы все грешны. Кто без греха, тут пусть первый бросит камень. От сумы до от тюрьмы не зарекайся. И отношение, например, к крестантам и каторжникам повсеместно было сочувственное. Да, за преступление должно быть наказание. Все правильно. Но главный суд Божий. А у нас тут суд человеческий. И в отрывке из речи адвокатов Виктора Плансона, который я вам зачитал, есть важная деталь. Он там говорит, если вы верите, что наказание может исправить ее, карайте, но не мстите ей. И с точки зрения присяжных приговор суда это не месть за совершенное преступление. Суд установил правду. И это важно. Но кому будет хорошо от того, что Анна Коновалова пойдет на каторгу? Избегнет ли общество новых убийств, если ее посадить? Ну, еще и обстоятельства. Дело всем очень-очень понятно. Потому что такое могло произойти с дочерью или с сестрой присяжного. В общем, по статистике присяжные оправдывали примерно в 40% случаев. И это еще при том, что до суда просто не доходили дела, которые очевидно приводили к оправданию. Потому что никому не хотел спозориться на суде. Во-первых, все могло застопориться на этапе следствия. Следователь того времени тоже сильно отличался от сегодняшнего. Он даже назывался по-другому. Он назывался судебный следователь. Потому что он был чем-то средним между судьей и следователем. И он тоже был частью судебной ветви власти. Он даже мог вести сам суд в некоторых случаях. он был тоже несменяемым и независимым чиновником. Он вел расследование, да, он опрашивал свидетелей, он искал улики, но он также мог принимать решение, например, об аресте имущества. Сегодня следователи такой не могут. И еще он не мог закрыть дело сам. И он не делал никаких выводов из дела. Он передавал подготовленное дело прокурору. Так вот, что же делал следователь, если считал, что дело это яйца выеденного не стоит, или если он понимал, что на суде это дело закончится стопроцентным оправданием, или если считал сам, что судить человека не за что, даже если существует статья, по которой его надо осудить, скажем, за бродяжничество или за аборт или за гомосексуальную связь. Что делал следователь? Он просто не открывал дело. И сделать с ним ничего было нельзя. Ну, то есть, да, можно было пожаловаться на него мыслило примерно одинаково, и из жалоб обычно ничего не выходило. Да, но если выходило, и дело все же было открыто, то оно уже обязательно должно было дойти до суда. Закрыть его было нельзя. И в этом случае, если чиновникам казалось, что само дело глупое, то просто улики собирались спустя рукава, прокуроры писали задней ногу обвинительные заключения, а когда присяжные видели, что судья и прокурор не особо хотят сажать обвиняемого, то они его оправдывали, конечно. То есть они и так оправдывали почти в половине случаев. А уж если видели, что прокурор не особо хочет сажать человека, то и они человека отпускали, иди бог с тобой. Но как же, может, вы скажете, это же такое пространство для произвола. Ну, как бы, а пространство для произвола есть всегда. Какими бы строгими ни были бы правила, инструкции, как бы жестко не контролировали людей, люди всегда найдут возможность обойти правила. Ну, особенно, если власть сама создает такие правила, чтобы ей удобно было их обходить. Но если собрать профессионалов, которые уважают и любят свое дело, и видят пользу для общества от своей работы, то можно даже особо правилами их не душить, они просто будут работать сами по себе на совесть. Люди в целом любят делать хорошие дела и любят, когда их уважают за хорошие дела. А в Российской империи А. правительство почти не имело рычагов влияния на суд. Б. Судьи, адвокаты, прокуроры были людьми с совестью и принципами. Коррупция практически отсутствовала. Даже если, например, следователь был готов взять взятку, то это все было бессмысленно, потому что был еще прокурор, судья, адвокат и присяжные. В общем, если создать работающий институт, не пытаться его переделать по любому чиху, то он прекрасно будет работать сам по себе, без тысяч правил и инструкций и регулировать сам себя. В Российской империи просто невозможно представить такие абсурдные суды, как сегодня суд над Сашей Скочеленко, который дали семь лет за замену ценников в магазине на антивоенные листовки. Или как суд над Анфисой Скубко, которую посадили на 13 лет за то, что ее бывший молодой человек втайне от нее администрировал стор с наркотиками в Даркнете. Просто ноль доказательств виновности Анфисы, а ее посадили на 13 лет. До революции такие дела просто даже до суда бы не дошли. Партнер этого эпизода сервис психотерапии Зигмунд Онлайн. Он помогает вернуться в норму, если новости не очень, жизненные обстоятельства грустные, еще и погода жуткая за окном. И если вам нужна помощь психолога просто вот в данный конкретный момент, внезапно, то в Зигмунд Онлайн можно назначить срочную консультацию, которая состоится уже через 4 часа. Кстати говоря, если что-то пошло не так и вам наоборот надо перенести встречу с терапевтом, это тоже легко сделать в личном кабинете на сайте сервиса. Для душевного спокойствия очень важно бывает знать, что в критической ситуации можно быстро и просто получить помощь. А уверенность в том, что даже из самых неожиданных обстоятельств можно найти выход, помогает держаться на плаву даже в самые сложные времена. И партнеры этого эпизода из Зигмунта могут вам в этом помочь. Своим промокодом ЗАКАТ такая сессия обойдется на 30% дешевле и будет стоить всего 1950 рублей. Промокод на скидку, ссылка на Зигмунд Онлайн и все подробности вас ждут в описании этого выпуска. Так, ну пора поговорить о героях того времени. Об адвокатах, которые официально именовались присяжными поверенными или помощниками присяжных поверенных. Адвокаты тогда это звезды. На выступления самых известных продавались прямо билеты. Я имею в виду на судебные заседания. Их речи печатали в газетах, а сами они могли ехать в глушь и заниматься каким-нибудь делом бесплатно, если понимали, что это повысит их медийный статус. Имена Федора Плевако, Дмитрия Стасова, Владимира Спасовича были известны просто всем. Молодые люди мечтали пойти в адвокатуру, чтобы стать знаменитыми, как сегодня мечтают пойти в хип-хоп. И вот вам воспоминания Николая Коробчевского, одного из самых знаменитых тогдашних адвокатов, воспоминания его о своей первой речи. И я вам скажу, как музыкант, который много выступал на сцене, что его ощущения очень похожи на то, что чувствует человек с микрофоном в руке перед полным залом. Защитительную речь свою я начал, как собирался и готовился. Господа, присяжные заседатели. Но только на это у меня и хватило выдержки. Дальше я уже пустился совершенно произвольным малюром. Одно я обходил, как верстовой столб, другое брался разгону, как препятствие, третий вовсе отбрасывал в сторону и несся дальше. Когда я кончил речь, и кончил ли я ее действительно, не спрашивайте. Я помню только, что на жертву себе я избрал одного самого добродушного присяжного со второй скамьи, какого-то молодого кубчика с желтоватой жидкой бородкой, и уже не отводил от него до самого конца глаз. Я терзал его беспощадно, но он сам впился в меня глазами, и я чувствовал, что во все время моей речи мы составляем с ним одну душу и одно тело. В общем, неудивительно, что два правителя России после Николая II были изначально адвокатами, то есть присяжными поверенными. Это я говорю про Александра Керенского и Владимира Ленина. Александр Керенский был известным адвокатом, и даже в некотором смысле знаменитым политическим адвокатом. Он защищал прямо революционеров в нескольких знаменитых процессах. Известным Керенский стал после ряда дел в Средней Азии, где судили местных социалистов-революционеров, причем он туда ездил специально. Еще Керенский защищал чувашских националистов, их обвиняли в экспроприациях в Казани. Он защищал армянских националистов по делу партии Дашнак Цутюн, но знаменитым на всю страну он стал после дела о расстреле рабочих на Ленских приисках. Это знаменитое дело, всколыхнувшее просто всю страну. Там в 1912 году рабочие компании Лен Золото начали стачку, и их демонстрацию расстреляли. Погибло около 200 человек, и возмущенная Государственная Дума создала свою комиссию по расследованию этого дела. А комиссию эту возглавил 31-летний адвокат Александр Керенский. И в том же году, после этих событий, он выиграл выборы в Государственную Думу, стал депутатом, а в феврале 1917 года он, как такой молодой, перспективный юрист и политик с горячим сердцем, стал министром юстиции во временном правительстве, а спустя 4 месяца встал во главе страны. Теперь ко Владимиру Ульянову Ленину. Во-первых, фан-факт. Семьи Ульяновых и Керенских были знакомы. Больше того, папа Владимира Ленина был начальником папы Александра Керенского. Ульянов-старший был директором народных училищ Симбирской губернии. А Керенский-старший был директором 1-й Симбирской гимназии, в которой, собственно, учился юный Володя. И в отличном выпускном аттестате Владимира Ульянова была единственная четверка. Она была поставлена именно директором гимназии Керенским-старшем. Еще, кстати, именно Керенский-старший дал Володе положительную характеристику для поступления в Казанский университет, и он еще помогал семье Ульяновых после казни старшего брата Володи, Александра. Ладно, что-то фанфакт затянулся. Короче, после получения диплома Владимир Ульянов некоторое время проработал в адвокатуре. Он сначала был помощником присяжного поверенного в Самарской губернии. Он вел дела преимущественно мелкие и защищал по большей части крестьян или небогатых людей. В основном дела касались краж. Ленин адвокатствовал во время страшного голода в 1991-1992 году, и кражи тогда были по большей части связаны с тем, что у людей буквально не было ни копейки. Мы знаем про 16 уголовных дел, которые вел Ленин. Могло быть и больше, там архивы сохранились не полностью. В общем, из 16 дел 5 закончились оправданием. Одно дело было прекращено за примирением сторон, и в 8 делах ему удалось добиться смягчения приговора. Ну, в общем, для молодого адвоката вполне пристойный результат. В 1993 году Ульянов переехал в Петербург. Какое-то время работал и тут помощником присяжного поверенного. Он тоже вел дела. Но петербургские судебные архивы были утеряны после революции. Мы не знаем, насколько много дел и как успешно вел тут Ленин. Но вел. Впрочем, уже через два года он был арестован за революционную деятельность. Больше в адвокатуру не возвращался. Хотя прекрасно разбирался в ее работе и в ее тактике. И вот, например, что писал Ленин в тюрьму своим товарищам по партии по поводу их защитников. Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает. Даже самый умный либеральный адвокат архисклонен сказать или намекнуть на мирный характер социал-демократического движения, на признание его культурной роли. Все подобные поползновения надо пресечь в корне. Юристы самые реакционные люди, как говорил кажется Бебель. Знай сверчок свой шесток, будь только юристом, высмеивай свидетелей обвинений прокурора. Самое большое противопоставляй этакий суд и суд присяжных в свободной стране. Но убеждений подсудимого не касайся. Об оценке тобой его убеждений и его действий не смеешь заикаться, ибо ты либералишка, до того этих убеждений не понимаешь, что даже хваляя их не сумеешь обойтись без пошлости. Почему Ленин так говорит про адвокатов? Потому что задача адвоката — смягчить проговор. И вообще не дать посадить человека. А задача Ленина — свержение самодержавия и мировая революция. Посадит революционер — ничего страшного, это часть его пути. А вот отрекаться от революции нельзя. Ну, а когда Ленин придет к власти, то большевики с самого начала начнут уничтожать независимый и состязательный российский суд. Коротенькое объявление. Если вы слушаете нас, вы, наверное, любите подкасты. А если вы любите подкасты, возможно, вы хотите сделать свой. А мы в студии либо-либо как раз подумываем заняться обучением. Помогите нам, пожалуйста, потратите три минуты на опрос, ссылка на этот опрос будет в описании этого выпуска. Теперь я вам расскажу еще про два суда, которые несколько особняком стоят. Это, во-первых, мировой суд, а во-вторых, суд инородческий. Сначала мировой суд. Это низшее звено в судебной системе. Это такой самый близкий суд к народу. Он работал по упрощенной процедуре, без адвоката, без прокурора, без следствия, но рассматривал только мелкие дела. Уголовные, если то с наказаниями меньше года, а гражданские на сумму не более 500 рублей. И, что очевидно, это покрывало почти все раздоры между крестьянами, и он был супер доступен именно для крестьян. Достаточно сказать, что он мог судить по устным жалобам и без предоставления каких-либо документов. Ну, потому что у крестьян могло не быть никаких документов вообще. Крестьянам не то, что законы не нужно было знать. Им даже буквы было знать не обязательно. Вот есть, скажем, имущественный спор между крестьянами. Кому принадлежит участок поля для покоса? Или, например, подрядчик, да, нанял крестьян, вырубить просеку для железной дороги и кинул с деньгами. Никаких договоров и документов ни у кого, понятное дело, нет. Они же неграмотны. И договоры в Российской империи вовсе не обязательны. Ну и что? Устный договор имеет ту же силу, что и письменный. Можно во всем разобраться, если есть желание. И вот крестьяне идут к мировому судье, они привозят свидетелей, очень так косноязычно все объясняют. А мировой судья судит. И судит обычно справедливо. Крестьяне мгновенно оценили преимущества этого суда и не боялись туда ходить. Больше того, мировые судьи скорее вставали на сторону крестьянина в споре, скажем, с купцом или с кулаком или с помещиком. И были, конечно, ограничения. Эти судьи заседали не везде. В уездных центрах обязательно, в крупных городках тоже, но вот в крупных селах уже нет. Выходил примерно один суд на 50 тысяч человек. Ну, то есть, крестьянину надо куда-то ехать и терять время. Возможно, даже несколько недель. А в это время он мог бы работать, да? Плюс к этому надо тратить деньги. Ну, то есть, немного, но все-таки надо. Потому что все судебные бумаги и их копии, копии надо было обязательно отсылать второй стороне, вот эти все бумаги облагались гербовым сбором. То есть, на документ надо было наклеить специальную марку. Это деньги не супербольшие. Ну, скажем, общей суммой на один иск набегало 3-5 рублей. И на практике это, конечно, означало, что, ну, например, подрядчик мог не полностью кинуть крестьянина, а недоплатить ему. Вот как раз рублей 5-7. И крестьянин понимал, что он, в принципе, те же деньги потеряет на суд, и, возможно, не шел судиться. Но, да, если таких крестьян был уже человек 5, и кинули их всех, то тогда подрядчик просто под угрозой суда раскошеливался. Мировых судей этих на 3 года избирали земства, то есть низшие муниципально избираемые органы. И все эти земства, конечно, были либеральными, если не социалистическими. Судья мог даже не иметь юридического образования. Был достаточно среднего образования. И стажа работы желательно в судебной системе. Ну, и, короче, чаще всего сами судьи тоже были либералами. И при Александре Третьем, то есть при Папе Николая, захотели эту вольницу прикрутить. И ввели должность земских начальников. Эти земские начальники заменили собой мировых судей, но тоже не везде. Ну, в общем, в городах крупных остались мировые судьи. А вот везде в сельской местности теперь были земские начальники. Кто это такие? Их не избирали. Их назначали в Министерстве внутренних дел из местных помещиков. И эти земские начальники, помимо функций мирового судьи, выполняли еще всякие административные функции. Типа надзирали над опекунами, над сиротами. Предлагали вопросы для обсуждений на волосных сходах крестьянских. Короче, предполагалось, что вместо вот этих вот либеральных избираемых судей у нас будут решать все вопросы благочестивые, уважаемые местные помещики. Ну, они же крестьянам, да, как отцы. И получался такой как бы гибрид судьи, председателя сельсовета и начальника местной полиции. Естественно, на практике помещикам было просто не до того. Выполнять свои функции они не успевали. Часто были в разъездах, вообще были усталыми, задерганными людьми. Ну, и по отношению к крестьянам тоже отцовских чувств совершенно не испытывали. И тем более чисто к судебным делам у них добавила еще куча других. Короче говоря, в 1912 году эксперимент признали неуспешным. И мировых судей вернули назад. Ну, потому что земские начальники явно не справлялись, а тяжб между крестьянами становилось все больше. Это были мировые судьи. Еще был второй вид суда, особенный для инородцев. Инородцы — это как бы подданные такие, но живущие по своим правилам. Это и тюрки Сибири и Средней Азии, и коренные народы Севера, и финно-угорские народы, и евреи, и кавказцы. И их судили собственные инородческие суды по местным обычаям. Так что там мог использоваться и шариат, и талмуд, и византийское право даже. Серьезно, по шестикнижу Арминопола XIV века. Это все не шутка. То, что МВД рассматривал жалобы в работе этих судов. И можно встретить, например, документы от петербургских чиновников с разъяснениями и цитатами из книги Шулхана Арух на древнееврейском языке. И подпись внизу Столыпина стоит. Но, в общем и целом, как там эти инородческие суды работают? Всех волновало им не очень сильно. Работают, и, слава богу, главное там не бунтуйте. Ну и да, будет еще правильным добавить, что существовали еще отдельные крестьянские волосные суды чисто для крестьян. Это такое несколько рудимент на самом деле. Были, конечно, еще военные, военно-морские, церковные суды. Но их всех реформ не касалось. Это все отдельная история. Остановимся мы на том, что, как вы, может быть, догадываетесь, государство было не до конца счастливо от наличия независимой судебной системы. Да, вот, например, мировых судей поменяли, наземских начальников. Но суперярко и впервые это все проявилось в деле Веры Засулич. Я как-то про это рассказывал. Она совершила покушение на градоначальника Петербурга Трепова. Прямо созналась в этом на суде. Но присяжные ее оправдали, потому что она действовала не из корысти, а из идеалистических побуждений и желания восстановить справедливость. Это произошло еще давно, еще при деде Николая II, при Александре II, который, собственно, и создал судебную систему. И вот судебная система получилась такая, что может оправдать политическую террористку. Вообще-то говоря, император тогда изрядно взбесился от такого решения. И вот правительство, справившись с шоком, стало придумывать, что бы тут как бы сделать. Но рушить только что созданную судебную систему никто не решился. При Александре III, то есть сразу после убийства Александра II, был придуман временный костыль, который счастливо дожил до сам 18-го года. Значит, в губернии могли ввести особое положение. Оно называлось положение усиленной или чрезвычайной охраны. И вот в такой губернии, главе этой губернии, то есть губернатору, давались специальные полномочия, чрезвычайные. Так что этот губернатор мог безо всякого независимого либерального суда накладывать административные наказания. Просто выслать какого-нибудь неприятного человека из губернии с указанием проживать где-нибудь, не знаю, в Вологде или в поместье у родителей. Или, наоборот, мог запретить выезжать из города. А еще в случае чрезвычайной охраны, дело из гражданского суда губернатор мог передать в военный суд. Ну и, собственно говоря, так стали поступать со всеми террористами. Ну потому что все эти либералы, адвокаты, судьи, присяжные, кого угодно оправдают, а военный суд судят быстро, четко и как надо, и судят там офицеры. Гражданский суд, вот этот либеральный, он судил по уголовному уложению. Это аналог нашего уголовного кодекса. И этот суд мог присудить смертную казнь за покушение на особу императора или императорской семьи и за бунт против верховной власти. А военные суды судили по упрощенной процедуре. И там судили офицеры, и приговаривали эти суды казни довольно быстро, за любые теракты и за насильственные преступления даже активнее всего они действовали во время подавления революции 1905 года при Столыпине. Так что это получалась как бы такая альтернативная судебная система. Ну а дело в том, что военными судами власть пользовалась очень неохотной, только в особых случаях. Ну в обществе был прямо шок, когда Столыпин запустил военные суды массово. А вот административной высылкой власти пользовались очень широко. Но это все как бы альтернативная судебная система. Это никак не умаляет и не дискредитирует имперскую гражданскую судебную систему. Очередная попытка сделать гражданские суды более управляемыми была предпринята при министре юстиции Иване Щегловитове. Он как раз работал в кабинете Столыпина. Но пространства для маневра было маловато. Судей никак не уволишь. Но зато можно их перевести в другой суд, какой-нибудь захолустный. Типа ты работал в Петербурге, знаешь. У нас в Иркутске как раз место освободилось. Давай-ка, родной, поезжай-ка в Иркутск. Но успехи были невыдающиеся. Кто-то из судей был принципиальным и уезжал из столицы. Ну а кто-то соглашался в каких-нибудь нюансах с правительством. Но в большей степени тут удавалось повлиять на прокуроров. Потому что прокуроры все-таки больше ориентированы на власть. Ну короче, все эти попытки на общую картину влияли не сильно. Самый известный пример это дело еврея Бейлиса. У меня был целый выпуск про него. Но вкратце его обвиняли в ритуальном убийстве христианского мальчика. Ноль доказательств. И проходил этот суд как раз в разгар деятельности Щегловитова. Очень характерно это дело показывает всю его политику. Там прокурора меняли на ходу. В результате прислали просто беспринципного карьериста из Петербурга. И этот карьерист совершенно не морща снес полную дичь на заседании. Дальше там пожонглировали составом присяжных. Набрали туда лавочников, которые в массе своей были антисемитами. Вопросы для присяжных составили с подвохом. Ну а при всем этом суд устоял. Присяжные ответили, что Бейлис невиновен. Спасибо Александру Второму. Безо всякой иронии это говорю. Судебная система, созданная при нем, оказалась такой устойчивой, что просто ничего нельзя было с ней поделать. Ну и, наверное, это вообще была лучшая судебная система за всю историю России. Ну ничего, скоро мы все поправим. Рубрика «Чтобы послушать». Мы в студии «Либо-либо» вместе с обществом «Мемориал» буквально на днях запустили новый подкаст. Он называется «Защитники». Это подкаст о знаменитых советских адвокатах, которые не боялись выступать против государственной машины. В советском, якобы самом гуманном суде в мире, практически не было оправдательных приговоров. А на адвокатов по политическим делам оказывалось просто громадное давление. Государство обрушивалось на них всей своей мощью. Ведь адвокаты-защитники рисковали не только карьерой своей, но и свободой. И в этом подкасте журналистка Зоя Светова рассказывает о трех знаменитых советских адвокатах. Софье Калистратовой, Дине Каминской и Семене Арии. И об их политических делах. Слушайте эти выпуски в фиде подкаста «Времени больше не будет». Ссылка в описании выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Милена Загедулина, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Арина Левицкая и Юлия Стариколовская. Записывайтесь и приходите ко мне на лекции. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok